Привет! Как дела? Сегодня в продолжении рассказа о моей первой поездке в Европу, которая состоялась 20 лет назад, я расскажу про город Дрезден. Итак, напомню, что все свои воспоминания я оформила вот в такой вот журнал, который называется А.М. Анастасия Мищенко, где я описывала первые впечатления о странах и городах, которые я посетила. Я уже рассказывала про общий тур в Европу, если кто хочет, смотрите в этом ролике. А также на моем канале вы можете найти рассказ про Польшу, ну и про остальные страны и города, которые мне удалось посетить в мое первое европейское турне, я буду рассказывать позже. А сегодня Дрезден. Мы прибыли в Дрезден в 11 часов утра. Наш автобус поехал на обязательную несколькочасовую стоянку, а мы отправились в пешую прогулку по городу. Гид раздал нам карты, где были указаны основные достопримечательности города и довел до знаменитой Дрезденской галереи, вход в которую стоил 4,5 евро. Самым главным местом нашего паломничества была картина Рафаэля «Сикстинская Мадонна». Помню, на уроке МХК «Мировая художественная культура», который нам преподавали в Тольяттинском музыкальном училище, мы подробно разбирали эту композицию. В памяти осталось незабываемое впечатление. Оказывается, облака, которые окружают Мадонну с младенцем, при близком рассмотрении картины превращаются в лица ангелов. Бабушка Ани сказала, что если встать напротив этой картины, закрыть глаза и держать руки ладонями к картине, можно почувствовать ее энергетику. «Некое тепло передается через ладони всему телу», — говорит она. Так она стояла напротив картины, получая тепло Мадонны минут пять. Иностранцы, проходя мимо, удивлялись ее действиям, но ничего не говорили. А когда мы немного отошли в сторону, они тоже стали пробовать зарядиться энергией этой картины. Затем мы разобрали по частям картину «Шоколадница» — наиболее известная картина швейцарского художника XVIII века Лиотара, изображающая служанку, несущую на подносе горячий шоколад. Мы настолько увлеклись полотном, что кто-то из нас, видимо, нечаянно указывая пальцами на холст, который был слегка потерт, дотронулся до картины, ну или был очень близок к тому. Что тут началось? Завыла сигнализация, прибежал охранник, начал что-то говорить по-немецки, но, видимо, увидев наши одухотворенные и растерянные лица, погрозил пальчиком и отошел от нас в сторону. Выйдя из Дрестонской галереи, мы направились в сторону нового города. Дрестон делится на две части, которые разделяет река Эльба. Старый, со всеми его достопримечательностями, и новый город, более современные постройки жилого района. Мы перешли по мосту через Эльбу, перекусили знаменитыми немецкими сосисками с пивом, насколько я помню, это мне обошлось в 5 евро, и стали гулять по магазинам. Помню, мы зашли с Аней в какой-то парфюмерно-косметический магазинчик такой, и там стояли небольшие стенды с различными пробниками, шампуней, кремов, мыла. Допустим, там был шампунь Head & Shoulders, вот такой вот маленький тюбик, ну, для того, чтобы, видимо, брать в поездке с собой небольшое количество шампуня. Пантин Прови, ну, и еще какие-то вот фирмы такие знаменитые. На тот момент у нас уже в России были эти шампуни в больших флаконах, а вот такие вот маленькие я никогда не видела. И там я купила, видимо, в подарок, я знала, что маме нравятся такие маленькие тюбики, пару штучек. И еще там же нашла себе вот такой вот браслет, по-моему, он серебряный с голубыми цветочками, и приобрела в память о Дрездене за 5 евро. Вот такие вот были у меня сувениры из Дрездена. С продавцами нам очень понравилось общаться. Мы им по-русски, а они нам отвечают по-немецки. Мы пытаемся что-то им сказать по-английски, а они нам ответили по-русски. А вообще Дрезден красивый город, мне очень понравился. They're good. Затем мы посидели немного в кафе, поели мороженого. Аня заказала себе большую порцию в огромном стакане, которую ей принесли, украшенную множеством различных фруктов и украшений в виде мишуры, каких-то соломинок. Очень красиво было оформлено. Я аж прям позавидовала. Ну, а я купила себе небольшой стакан за 3 евро. Мы приятно посидели с Аней, с Тимой, по-моему, так звали ее брата, и с бабушкой в этой кафешке. Затем направились в старый город, где мы решили спуститься к реке и помочить наши уставшие от прогулки ножки. В небе пролетал воздушный шар в виде слона. Было прикольно. Рядом, на берегу, ребята играли на небольшом пятачке пляжа в волейбол. Кто-то отдыхал на шезлонгах, кто-то за столиками в кафе. День был теплым и солнечным. Дрезден запомнился и понравился мне больше всех остальных городов Германии, которые я потом посещала в своей жизни. Но наше время прогулки подошло к концу. В условленный час в назначенном месте мы сели в автобус и поехали во Францию. Вот такая вот небольшая, буквально 3-4 часа прогулка состоялась у нас в Дрездене. И я до сих пор помню первые впечатления уже такой западной Европы. Именно начинались у меня с этого города. И вот такие вот небольшие смешные моменты из Дрезденской галереи. Я уже даже забыла о них, а вот сейчас перечитываю журнал и вспомнила. И очень долго смеялась над этими воспоминаниями. Вот пока и всё, что я хотела рассказать про Дрезден. Сегодня такой небольшой рассказ. В следующий раз я расскажу про Францию, про Париж. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok